Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую вас на нашем канале, где мы с вами снова встречаемся для изучения Священного Писания, для опознания Господа и Его Святой Воли. В прошлом видео мы рассмотрели, что значит мерзость запустения. Сегодня же мы рассмотрим с вами, что значит мерзость перед Господом. Для этого мы возьмем к рассмотрению Евангелие от Луки. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамонне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. В этих словах Спасителя мы находим ответ на вопрос, что же мерзость для Господа в Его глазах. Оказывается, это некая высокомерие человеческое. В книге притч читаем. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Александр Павлович Лопухин в своем толковании к Библии пишет. Он, Иисус Христос, как бы хочет сказать им, да, в законе действительно есть обещание земных наград, и в частности богатство за праведный образ жизни. Но вы-то не имеете права смотреть на свои богатства, как на награду от Бога за вашу праведность. Ваша праведность мнимая. Если вы можете найти почтение к себе со стороны людей своей лицемерной праведностью, то не найдете себе признания со стороны Бога, который видит настоящее состояние вашего сердца. А состояние это таково, что оно должно быть самым ужасным. Любое обличение фарисеев Господом Иисусом Христом принималось ими в штыки. Они неоднократно пытались уловить слова Христа, чтобы отомстить Ему, чтобы причинить Ему вред. Им не нравилась правда, которую они слышали о себе. В книге притч Соломоновых есть такая мудрость. Мерзость грешнику благочестия и обличение нечестивому раны. Да, фарисеи внешне были благочестивы, но когда Христос обличил их в лицемерии и внутренней нечистоте, то на самом деле, как в притчах Соломона сказано, нанес этим нечестивым людям рану. Что еще в Библии называется мерзостью перед Господом? Блаженный Феофилак Болгарский пишет, Евреи, гнушаясь идолопоклонства, называли статуи и изображения людей мерзостями, то есть сами статуи, изваяния, столбы, посвященные различным божествам, перед которыми совершались служения, воскуривались благовония, являлись идолами и назывались иудеями мерзостью. Идол – это божество, и божество обычно ставится выше всего, что человека окружает, то есть оно возвышается над другими, и бывает так, что человек ставит себя превыше всего. И если это происходит в жизни человека, он ставит себя выше других, он делается в своих глазах неким идеалом правильности, начинает получать особую почитаемость за ложную святость, и его жизнь в глазах Бога является мерзостью, ибо становится неким идолом, причем сам человек этого может даже и не замечать, по причине духовного ослепления, прелести и гордости. Такой человек высоко взлетел в глазах людей, но такому человеку и низко падать, низко падать в глазах Божьих, «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом», как сказал Иисус Христос. И там, где живет такой человек, проповедует и служит, со временем возникает мерзость запустения, о которой мы говорили в прошлом видео. Хороший тому пример – это современные лжестарцы, которые именем Господа прикрывают свою мерзость, свою духовную нищету. Будем же, дорогие братья и сестры, избегать то, что мерзко перед Господом, созидать свой духовный мир, основываясь на Слове Божьем, следуя заповедям нашего Господа и вознося Ему хвалу. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok